Это видео вынесет тебе мозги, ведь всё, что происходит сейчас, в 2023 году, было запланировано, и запланировано было давно. Давай поговорим об этом и других очень важных темах, которые тебе нужно знать в этом видео. Сигнача Банк был закрыт вслед за коллапсом СВБ. Барни Франк, один из бывших директоров Сигнача Банк, очень удивился этому решению. Он сказал, что банк стал жертвой политической атаки, а власти США, закрыв этот банк, послали всем остальным сильное сообщение «Не связывайтесь с криптовалютой». Барни называет закрытие Сигнача Банк первым в истории фальшивым крахом абсолютно платежеспособного банка. FDIC, регулятор, страхующий банковские депозиты в США, собирает предложение о покупке обанкротившихся СВБ из Сигнача Банков. Интересное уточнение в предложении для продажи этих банков. Любой покупатель должен согласиться с тем, что никакого сотрудничества с криптовалютами и криптовалютными бизнесами у этих банков больше не будет. FDIC никак не комментирует это условие публично. Но нам становится очевиднее, что эти удары наносились не вслепую и не случайно. Банки в США должны прекратить сотрудничество с криптовалютами. Криптовалюта в США должна потерять всякую связь с американскими банками. Интересно, почему именно сейчас это должно произойти? 16 декабря 2022 года вышла очень интересная статья. «Цифровая валюта Центрального банка в 2023 году». ФРС планирует внедрить цифровую валюту FEDNOW в период с мая по июль 2023 года. Эта валюта будет использоваться для мгновенных платежей. Будет доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Практически как тот же биткоин. Кроме этого, ФРС планирует принудительный перевод на FEDNOW, а также внедрение цифровой идентификации для всех пользователей. Очень интересный абзац я нашел в этой статье. Все это будет рекламироваться в ФРС США как очень удобная альтернатива для общественности и решение искусственно созданного коллапса, который будет предшествовать внедрению FEDNOW. FEDNOW будет внедрен на ряду системой цифровой идентификации личности, которая будет отслеживать даже твой углеродный след. В октябре 2022 года вышла статья про ЦВЦБ – FEDCOIN или FEDNOW. То, что ФРС называет системой быстрых платежей, на самом деле является цифровой валютой Центрального банка. На данный момент уже 120 компаний в США присоединились к пилотной версии FEDNOW. Кроме этого, ФРС США создает FEDLINE – это сеть, которая объединит более 10 тысяч финансовых институтов США в один, можно сказать, блокчейн. Угадай что? Что произошло сегодня? 15 марта 2023 года. ФРС США анонсировала запуск FEDNOW в июле 2023. Вот этот анонс на официальном сайте Федеральной резервной системы США. Долгожданная цифровая валюта Центрального банка будет запущена после искусственно созданного коллапса. Это было написано в 2022. И это происходит в 2023. ФРС США заявляет, учитывая скорый запуск FEDNOW, призываем все финансовые учреждения, все банки, всех партнеров ускорить подготовку к присоединению к сети FEDLINE. С первой недели апреля ФРС начнет сертификацию и обучение банков для их участия в FEDNOW. ФРС говорит, что FEDNOW очень не хватало во времена коронавируса, когда люди получали финансовую помощь очень долго. FEDNOW зачислила бы эти средства мгновенно. Многие чиновники ФРС США уверены, что FEDNOW легко заменит цифровую валюту Центрального банка. Меня, кстати, удивило, что все это будет происходить в начале апреля. Почему меня это удивило? Потому что Центробанк России запустит 1 апреля, в начале апреля 2023 года, пилотную программу цифрового рубля. Центробанки разных стран делают все то же самое в тот же период времени. Я могу добавить лишь то, что это FEDNOW. И есть американский вариант цифровой валюты. Она будет запущена уже в июле 2023. При этом банки, сотрудничающие с криптовалютой, должны будут либо прекратить работу с криптой, либо прекратить работу вообще, как Silvergate и Signature Bank. Тем временем история с Credit Suisse разгорается с новой силой. Перед тобой баланс швейцарского национального банка, а также его процентная ставка. И как ты видишь, она ничем не отличается от ФРС США, разве что масштабами. Политику оба Центробанка проводили одинаковую и результат получили одинаковый. Credit Suisse – один из системозначимых банков в кризисе. Учитывая то, что он системнозначимый банк, его коллапс может вызвать широкий финансовый кризис в Европе и создать угрозу всей мировой экономике. Об этом говорили на экстренной встрече Банка Англии. И это значит, что банку Credit Suisse не позволят рухнуть, как Silicon Valley банку. Его будут спасать. Именно поэтому сегодня его акции выросли на 40%. Credit Suisse просит швейцарский Центральный банк публично продемонстрировать поддержку. И Нацбанк отвечает, мы предоставим ликвидность в случае необходимости. Вот его официальное заявление. Credit Suisse – системно важный банк. Если необходимо, мы предоставим ему ликвидность. И стало известно, что Нацбанк собирается помочь Credit Suisse большими деньгами. Это 54 миллиарда долларов или же 50 миллиардов франков, которые призваны усилить ликвидность Credit Suisse. Главный вопрос – каким образом швейцарский национальный банк собирается спасать Credit Suisse? Это отчет за 2022 год. Нацбанк Швейцарии отчитался о рекордных убытках 132,5 миллиарда франков или же около 143 миллиардов долларов. Способен ли он помочь Credit Suisse кэшем? Остается два варианта – либо напечатать те же 50 миллиардов франков, что может немножко ослабить местную валюту и подстегнуть местную инфляцию, с которой, как мы видим по этим графикам, Национальный банк Швейцарии борется уже больше года. Либо же банк может обратиться к продажам своего баланса активов. И вот здесь интересный момент. Активы у швейцарского Нацбанка отличаются от активов условного СВБ или Signature Bank, которые набирали в основном облигации. Но здесь мы можем увидеть совершенно другую картину. Список очень большой. Я оставлю ссылку на него у себя в Телеграме, если интересно. Но мы видим в нем акции больших компаний. Тесла, Амазон, Эппл, Алфавит, Майкрософт, Фейсбук или Мета, НVIDIA и другие. В свое время швейцарский Нацбанк покупал эти акции ударными темпами. И, возможно, именно поэтому капитализация Амазона и Эппл били рекорды в свое время. А теперь представь, что будет, если швейцарский Национальный банк выберет продажу этих активов, как способ найти деньги для Credit Suisse. И спасти этот крупнейший банк от краха, а финансовую систему Европы от коллапса. Портфель акций Нацбанка Швейцарии стоит около 140 миллиардов долларов. И решение Нацбанка о спасении Credit Suisse и о способе этого спасения может сильно повлиять на рынок. Если они выберут продажу акций, рынок может рухнуть. Поэтому я буду держать тебя в курсе его решений на этом канале. И, наконец, последняя тема. Банк JP Morgan говорит о своем прогнозе, говоря о спасении банков в США. ФРС США, по его словам, может влить 2 триллиона долларов ликвидности в банковскую систему. Это поможет банкам нивелировать результаты политики ужесточения ФРС США. Эта программа, судя по словам аналитиков JP Morgan, не будет использоваться крупнейшими банками. 2 триллиона долларов финансовой помощи. Ребята, ну прямо как во времена ковида. С одной лишь разницей. Они могут пойти не в экономику, а в банки. Ну вот банкам никто не запрещал вливать их в экономику, в активы и рынок. Если так случится, эти 2 триллиона долларов могут привести к бычьему рынку. Но это только прогноз JP Morgan. Посмотрим, как он оправдается. На этом все. Это были самые главные события сегодня утром, о которых тебе нужно было знать. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok